На сегодняшний день примерно 60 тысяч женщин содержатся в тюрьмах и колониях России. Многие из них осуждены за убийство. Но как женщина, чье предназначение давать жизнь, а не отнимать, смогла переступить последнюю черту? Оправдать убийство нельзя, а вот остановить будущую убийцу необходимо. Вот только почему же этого никто не сделал? Об этом наши истории, основанные на реальных событиях. Субтитры создавал DimaTorzok ДОЧКУ Я ВЫРАСТИЛА ОДНА ДАЛА ОЛЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПОТОМ ЗАСТАВИЛА ПРИЛИЧНУЮ РАБОТУ НАЙТИ. ДИНАМИЧНАЯ ЗАСТАВИЛА ОБРАЗОВАНИЕ, ПОТОМ ЗАСТАВИЛА ОБРАЗОВАНИЕ, ПОТОМ ЗАСТАВИЛА ОБРАЗОВАНИЕ. ДАЛА Сергеевну можно и просто Наде. А можно и просто мама, если вдруг захочется. Мам, не смущай Нтона, а ты знаешь, сколько народу в ЗАГСе было? Целая толпа. Говорят, что люди на красивые даты очередь занимают. Ну там, 10-е число, 10-го месяца, 10-го года. Я этого не понимаю. Когда любишь, неважно, когда женишься. Ой, ну какой же у меня умный зять, а. Вот люби его, цени его. Да и так только по-шерстке стараюсь гладить. Что такое, Олюшка, болит? Да, спина, будто оно, тяжесть какая-то. Может, прилечь? Мам, ну что, я бабкой лежать буду? Еще в такой день. Нам еще свадьбу посадить надо. Антоша не хочет много гостей приглашать. Антош, почему? Нет, если из-за денег, то я помогу. Да нет, я просто суеты не люблю. Планировал все как-то узким кругом. Мои родители приедут, да вы. Решать, конечно, вам. Но вот у Оли есть и родня, и друзья. Я так прикинула, человек 25 точно придет. И ресторанчик у нас тут есть хороший под боком. Мам, ты бы сразу сказала, что все уже решила. Любишь, ты взваливать на себя. Ой, тихо, тихо, Олюшка. Антоша, в скорую, скорей. Ну, конечно, я помню тот день. Мы с Антоном встречались несколько месяцев до того, как он сделал мне предложение. И вот утром мы пошли в ЗАГС, подали заявление. А днем я загремела в больницу. Сдала анализы, прошла обследование, и врачи, наконец, вынесли приговор. Пересадка почки. Доктора сразу сказали, срочно, или мне оставалось жить недолго. Ольгу выписали через несколько недель. Мам, в аптеку сразу зайдем. Ее почки отказывали на фоне давнего хронического заболевания. Быстро найти донора и провести операцию можно было только за границей. Но таких денег у нас не было. Мам, почему именно я? Почему? За что? Ну, 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 а ну-ка не сметь. А ну-ка не сметь. Это еще что такое? Ну-ка перестань. Мы все сможем. Ну, перестань. Ну, хватит, хватит. Мам, я же даже пожить толком не успела. Да успеешь еще все. У тебя ж Антон есть. Какой парень хороший. Любит тебя. Каждый день в больницу приходи. Ну, ты чего? Вот пожените. Мам, зачем мне ему больная нужна? Сама подумай. Как тебе не стыдно? Антон тебя любит. Я делаю все, чтобы тебя вылечить. А ты раскисла. Ну, все будет хорошо. Я очень беспокоился за Олю. Когда мы познакомились, она была веселая, жизнерадостная. Нам было легко и просто вместе. Она во всем мне уступала. Как говорится, одеяло на себя не тянуло. Я не сомневался и сразу же сделал ей предложение. Но когда Оля попала в больницу, мне стало страшно. Ну, это естественно. Еще совсем недавно мы готовились к свадьбе. А тут говорят, невеста долго не протянет. Не с этого я планировала начать свою семейную жизнь. А еще сегодня платье с мамой выбирали по каталогу. Покажешь? Ищу чего. Примета плохая. Олюшка, ты лучше покажи ему мужские костюмы. Помнишь, нам понравились? Сейчас принесу. То есть показывать костюм жениха примета хорошая. А невеста плохая. Не вредничай. Антош, надо посоветоваться. Мы тут с Олей подобрали три варианта ресторанов. С твоей стороны сколько будет гостей? Я не знаю пока. Вот хотел с вами вначале переговорить. Я подумал, в общем, не стоит нам со свадьбой торопиться. Мы ее, наверное, отложим. То есть, получается, что ты бросаешь Олю в такой момент? Нет, я ее не бросаю и буду помогать, чем смогу. Но свадьбу считаю делом преждевременным. На первом месте все-таки здоровье Оли. Вы же мать должны это понимать. Ну да. Я это хорошо понимаю. Вот хорошо. У меня к вам будет просьба одна. Вы можете мою позицию Оле передать? Я боюсь ее разочаровать, а ей сейчас волноваться нельзя. Угадай, какой костюм нам больше всего понравился. Оль, я вспомнил, мне же срочно домой надо. У меня неотложные дела по работе. Антош, может быть, останешься? Простите, Надежда Сергеевна. Мама, что происходит? Вы что, поссорились? Нет, нет, нет. Что ты, что ты? Чего это вдруг? Убери со стола пока. А я вспомнила, мне же в банк сегодня надо было. В общем, я в банк. Антош, Антош. Антош, я знаю, что ты хороший человек. Ну, сейчас, ну, прости меня, ты поступаешь, как подолок. Надежда Сергеевна, вы меня тоже поймите. Антош, эта свадьба единственная, что сейчас держит Олю на плаву. Ты же хотела жениться на ней. А это что значит? Это значит вместе и в радости, и в горе. Слышишь меня? И в горе. Надежда Сергеевна, Оля мне очень дорога. Я ее уважаю, и вас тоже. Но не ожидал я, что она так больна. Я не знаю, что мне делать, как помочь ей. Она плачет, а мне выть от беспомощности хочется. И ты решил от этого сбежать? Глупый. Пара ласковых слов. Просто будь рядом, этого достаточно. Она же любит тебя. А ты? Ты любишь Олю? Не был я готов к такой беде. Чувствую, что мало толку от меня. Что не справляюсь я. Не могу видеть ее слезы, понимаете? Не могу. Ты беду без слез хотел. Так не бывает. Ты просто будь рядом, когда нужен. Она же больше от тебя ничего и не ждет. Антоша, мы пойдем домой. Нельзя сейчас Олю одну бросать. Надежда Сергеевна, я Олю люблю. И в обиду ее не дам. Вы мне верите? Спасибо тебе. Мама старалась найти деньги на операцию, а тем временем пришел счет из зарубежной клиники. Он был просто огромным. Ну, примерно как стоимость наших с ней двух квартир. Мама бегала по банкам и фондам, выпрашивала деньги, но в банках даже слушать отказывались. Мамина зарплата не позволяла обеспечить такой кредит. А из фондов приходил один ответ, что нас поставили в очередь. В какой-то миг я отчаялась. Отчаялась. Совсем не хотелось умирать. Олюшка, ты чего не успеешь? Ну, хочешь, я с тобой посижу? Мама, я сейчас думала, что ты будешь делать после того, как я умру. Тихо, тихо, прекрати. Совсем одна останешься. Может, щенка заведешь. С ним гулять нужно. Полезно для здоровья. Будешь ухаживать. Отвлечешься от грустных мыслей. Такой маленький комочек будет тут бегать и тевка. Ну, замолчи, пожалуйста. Я даже думать об этом не хочу. Ну, все к этому идет. Ты боишься правды, от нее никуда не деться. Олюшка, ты должна думать о хорошем. Хватит. Все говорят, что я что-то должна. Как будто меня это спасет. Смирись, денег нет и не будет. Это конец. Каждый день может стать последним. Да, Оля, не говори так. Только тобой и ради тебя я живу. Не станет тебя, и моя жизнь закончится. Ну, перестань. Я все сделаю ради тебя. Я тебя вылечу. Все будет хорошо. Прости, я не хотела тебя расстраивать. Это просто от отчаяния. Ну, все будет хорошо. У меня есть новый план. Я решила занимать деньги у знакомых. Составила список состоятельных друзей. Мама, ну какие состоятельные друзья? Что ты говоришь? У тебя в помине не было богачей в друзьях. Ты просто не знаешь. И потом, все богатые, они жадные. В эсме-то ничего не дадут. Только себе хуже сделаешь. На это мне совсем наплевать. Я не упущу ни одного шанса. Всех знакомых к тому моменту я обошла, но денег набрала мало. Я не собиралась останавливаться на достигнутом. Не имела на это права. Забыв про унижение и стыд, я отправилась к бывшему однокласснику, про которого говорили, что он стал успешным бизнесменом. Кто вам нужен? А, здравствуйте. Простите, я давняя знакомая Георгия Ивановича. Я могу с ним поговорить? Заходите. Что вам нужно от отца? Мы с Георгием Ивановичем учились вместе в школе. Меня зовут Надежда Касьянова. Никогда не слышала. Думаю, столько времени прошло, вряд ли отец вас помнит. Возможно. Но вдруг? Я думаю, ему сейчас не до вас. У него, а впрочем, это не важно, вам лучше уйти. Света, подожди. Пусти ее, пусть хоть ненадолго займет Георгия. Тебе надо на работу, у меня уже сил нет. Ладно, входите. Спасибо. Мне казалось, что я удачно зашла. Судя по всему, Георгий был очень состоятельным человеком. Я уже начала надеяться, что бывший одноклассник мог дать всю недостающую сумму. Надя, очень рада тебя видеть. Не ожидал. Георгий? А, Гоша, я тоже рада тебя видеть. Да ты ничего-то не изменилась? Возраст тебе к лицу. Ну уж, ладно. Сама себя в зеркале порой не узнаю. Логично. Ну, ты присаживайся. А что тебя привело ко мне? Мне дали твой адрес. И я была рядом, решила зайти. Ну, тем более, есть повод, мы решили собраться классом. Может, придешь? На встречу выпускников я, увы, отходился. Ну да, понятно. А может, прогуляемся на улице? Погода чудесная. Да я с удовольствием. Поможешь мне? Да. Да. Как на невесту Георгия, надежда на меня не произвела вообще никакого впечатления. Без шарма, без шику, неэффектные. Георгию такие не нравились. Уж поверьте мне, я знала Георгия давным-давно. Он даже сделал мне предложение, правда, у нас не дошло до свадьбы. Все наши планы были разрушены аварией, после которой Георгий оказался в инвалидном кресле, а я была сиделкой возле него. А я помню, как в семь утра примчался к твоему подъезду и ждал тебя на лавке. А я что-то не помню такого случая. Ну, это когда мы накануне в кино с тобой ходили. Я тебя провожать пошел и в подъезде поцеловал. Ты-то сразу домой убежала, а я всю ночь заснуть не мог. Крутился, губы как огнем горели. А с первыми петухами сразу к тебе. Ну, а я что? А ты спала до полудня, у нас же каникулы были. Ну, так если бы я знала, я бы вышла, наверное. Ты бы разбудил меня. То ты больше всегда относилась ко мне как к другу. А у тебя улыбка все та же и смех такой же. Как же ты жила все эти годы, Наденька? Да как-то нормально. Жаловаться вроде не приходится. Работаю в клинике медсестрой. Дочка у меня есть. Большая уже замуж собирается. У меня тоже дочь. Вот после аварии заставила меня дома сидеть. Сама фирму возглавила. Начальницей стала. Все решения сама принимает. Ну, детки, они такие. Они же умнее нас с тобой. Спасибо тебе, Наденька, что зашла. Это прям, знаешь, как глоток горного воздуха. Вот как будто бы опять в юности побывала. Ну, если захочешь, я еще могу зайти. Конечно. Ну, тогда до встречи. Пока. Пока. Подождите, пожалуйста. Понимаете, у меня к вам деликатная просьба. За Георгием нужен уход, а он не хочет выглядеть жалко. Поэтому всех сиделок он выставил. Вы не хотите у нас поработать? Да нет, конечно. Ну, что вы. У меня своих забот полно. Ну, понимаете, он сегодня буквально ожил. Впервые за полтора года я вижу его таким, таким счастливым. Я просто ради Георгия прошу. Хотя бы месяц присмотрите за ним. А я, я съезжу к маме. Она болеет, но из-за него не могла навестить ее. Ну, в принципе, если он сам не против, то почему бы нет? А я поговорю с ним и сообщу вам. Оставьте номер телефона. Ну, давайте. Я немного слукавила, когда сказала про маму. Я просто устала. Я хотела отдохнуть, заняться собой, да просто элементарно выспаться. У дочери Георгия Светланы не было времени из-за работы, но и я не могла его оставить. Сиделок он не принимал. Мы со Светой нанимали для него лучших сиделок. Но он всех выставил. Честно говоря, я, я сомневалась, что он захочет увидеть и надежду в качестве сиделки. Но Георгий неожиданно согласился. А вы, простите, я не ожидала, что вы сами захотите ко мне приехать. Может, чаю? А, нет, нет, нет. Я на несколько минут буквально. Просто хотела посмотреть, где вы и как живете. Хотела убедиться, что вы благополучный человек. Все-таки доверяю вам своего жениха. Ну, что ж, проходите, смотрите, решайте, подхожу я вам или нет. Да. Вы мне подходите. Я составила список дел. Пожалуйста, возьмите и... Прочитайте. Ну, в принципе, ничего для меня необычного. И убрать могу, и помыть могу, и вывезти погулять могу. Подстричь, расчесать. А, нет, нет, по поводу прически и внешности, это особое дело. Для Георгия это очень важно. Стилист приезжает раз в неделю. Массажист появляется ежедневно. А туалетом занимается специально обученный человек, который приходит утром и вечером. Спасибо, что предупредили. Пожалуйста, спрашивайте. Можете спрашивать у меня или у Светы. Только просьба, не беспокойте Свету по мелочам. Она устает, управляя бизнесом. Ну что ж, для начала я нанимаю вас на месяц. Вы согласны? Ну да, меня все устраивает. Ну вот и прекрасно. Давайте тогда сразу подпишем договор. Давайте. Пожалуйста. Конечно, у меня были свои мотивы подписаться на это дело. Я рассчитывала найти удобный момент и рассказать Георгию об Ольге. К тому моменту я собрала только четверть от нужной суммы и надеялась, что остальное мне сможет дать Георгий. Я удивилась, что мама стала работать сиделкой, да еще у своего бывшего одноклассника. Она взяла отпуск на основной работе. Мама объяснила, что она готовила Георгия. Она рассказывала ему, какая я хорошая, достойная. Но чтобы он уж точно не мог отказаться, когда она у него такие огромные деньги попросит. В общем, каждый день я ждала ее с хорошими новостями. Но она тянулась с разговором. Я начала злиться, была уверена, что она зря теряет время у этого инвалида. А могла бы искать других спонсоров. Ну, в общем, прогуляли мы с друзьями всю ночь, не представляешь. А потом с дуру поймали такси и поехали в Сочи. Куда? Как это? Ну, вот так. Двое суток ехали, ты представляешь. Ни у кого уже налички не осталось. И мне пришлось таксисту отдать свои часы. Ух ты. Ну, чтобы с ним рассчитаться. Потом, когда я приехал домой, я его очень долго искал, ну, чтобы часы выкупить. Ну, так нашел? А то. За эти часы можно было пару квартир купить, а не то, что там на такси в Сочи смотаться. Такие дорогие часы. Гош, я хотела с тобой поговорить. У меня дочка... О, вот и моя доченька решила папу проведать. Здравствуй, здравствуй, дорогая. Ну, чем порадуешь? Как дела на моей фирме? Пап, все нормально. Дела идут, сделки заключаются, капитал приумножается. Это уже радует. Светочка, у меня будет тебе просьба. Мне нужны личные деньги. В чем проблема? Ты скажи, что нужно, я все куплю. Нет, нет, нет. Я сам. У тебя от меня секреты? Ну, а что в этом удивительного? Я ведь имею право на личную жизнь. Вас, наверное, на кухне ждут. Займитесь обедом для папы. Моя просьба понятна? Ни на какие вопросы я отвечать не намерен. И отчеты о своих тратах давать не планирую. Я думаю, что я имею на это право. Я все еще глава и владелец фирмы. Я думала, тебя больше не интересует фирма. Ты же отошел от дел. Временно. Очень скоро Надежда перестала нас со Светой устраивать. А все потому, что Георгий резко поменялся ко мне. Он... Такое ощущение, что я его стала раздражать. Он стал разговаривать со мной холодно, мрачно. Зато прихода Надежды он ждал с нетерпением. Никогда бы не могла подумать, что я могу приревновать Георгия к простой женщине. К тому же на порядок старше меня. Вы меня простите за поздний визит, но были серьезные обстоятельства. Я пришла сказать вам, что вы уволены. Что случилось? У Георгия Ивановича поднялась температура к вечеру. Я считаю, что в этом виноваты ваши прогулки. Наоборот. Врачи считают, что свежий воздух полезен для здоровья. Не надо строить из себя невинную овечку. Вы настраиваете Георгия против меня и против его дочери. Да, он стал требовательным, он стал капризный. Нас со Светой это не устраивает. Мы решили вас уволить. Вот это то, что причитается вам за вашу неделю. А Георгий в курсе? А вас это не касается. Вы уволены. Когда Кира меня уволила, я прорыдала весь вечер. Думала только о том, что не раздобыла деньги на операцию дочери. Не спасла Олю. Разумеется, мы со Светой понимали, что Георгий будет против увольнения Надежды. Мы решили действовать самостоятельно. Надеялись, что со временем он успокоится и выкнет из головы свою одноклассницу. Но мы даже представить себе не могли, какой Георгий нам устроит скандал. Я даже пожалела о своем прометчивом шаге. И Георгий не просто вернул Надежду. Он стал делать все, чтобы вывести нас со Света из себя. Просто все делал назло. Когда Георгий позвонил и вернул меня, я решила не тянуть, попросить недостающую на операцию сумму в первый же подходящий момент. Наденька, ты совсем на меня не смотришь. Не хочу, чтобы меня еще раз уволили. Да тебе никто больше слова грубого не скажет, обещаю. Наденька, это тебе. Что это? Ну, открой и узнаешь. Ну, и зачем он мне? Мне в нем и ходить-то некуда. Ну, это пока некуда. Кто его знает, как жизнь обернется? Гоша, не нужен он мне. Я хочу тебе сказать. Ну, вот, я ходил, выбирал украшения, чтобы тебе понравилось, проявил внимание. Ну, понимаешь и… Если ты его сейчас не наденешь, я расстроюсь и обижусь. Кира со Светой злятся. Говорят, что я из-за подарков тебя охмуряю. Черт-те что про меня сочиняют. Ты, ты меня охмуряешь. А что они еще говорят? Что ты нарочно им на зло это все делаешь. Чтобы я не обольщалась. Ладно, пора принимать лекарства, пойду принесу. Подожди. Я снова отложила разговор о деньгах. Видела, что Георгий увлечен и боялась оскорбить его своей просьбой. А вот теперь иди. Когда Надежда Сергеевна показала нам украшения, которые подарил ей хозяин дома, Оля сразу предложила его продать. Я должен был показать его оценщику. Но на работе браслет увидела моя начальница. Он ей понравился, и она захотела его купить. Пришлось сбавить цену. Не ссориться же с начальницей. Зато я получил свои дивиденды. Начальница начала меня поощрять. Премии, лишние отгулы. В общем, я стал ее любимчиком. Простите, что я пришла, но у меня к вам серьезный разговор. Мы же виделись с вами в доме. Я не хочу, чтобы о нашем разговоре знал отец. Да и вам не обязательно рассказывать ему о каждом моем шаге. Вот. Скажите, что это такое? Цветы. Цветы, цветы, браслет. А что это такое? Вы зачем это мне показываете? Это распечатка последних трат отца. Вы берете от отца подарки. Но я же у него не прошу. Он сам. Ну ладно, цветы. Вы понимаете, что этот браслет стоит в десять раз больше, чем ваша зарплата? Что я могу? Георгий сделал подарок от души. Вы принимаете меня за идиотку? Вы должны были отказаться. Я надеюсь, вы это и сделаете. То есть, вы хотите, чтобы я вернула браслет? Само собой. Знаете что? Я не верну. Потому что буду бороться за Георгия. Вы его контролируете. А со мной он почувствовал себя мужчиной. Он делает подарки за свой счет. И вы не должны лезть к нему. Вот как. Вы уже указываете, что мне делать. Хитро устроились. Но ничего. Я найду способ от вас избавиться. Я была уверена, что Надежда – обычная проходимка. Она не просто так появилась в этом доме. Но как объяснить это Георгию? Я понимала, что если мы со Светой не придумаем, как ее уволить, она просто оберет Георгия. Я продолжала совмещать работу у Георгия и уход за дочерью. Состояние у Оли было непостоянным. То она чувствовала себя вполне сносной, даже гуляла с Антоном. То лежала целыми днями и рыдала от боли. Пора принимать таблетки. Резко сел. Плоснится опять. Больно. Мам, я не могу больше так мучиться. Неплохо. Ну, потерпи, солнышко мое. Быстрей бы уже это все закончено. Все будет хорошо. Сейчас станет полегче. Потерпи, роднуля, потерпи, мое. Ну и что? Выходит, наше со Светой мнение тебя не волнует. С каких пор мы стали для тебя пустым местом? Ты преувеличиваешь, Кира. Вы со Светой себя недооцениваете. Ваша энергия, ваш напор, он меня с кресла сдувает. Вы посчитали, сколько я трачу. А вы посчитали, сколько я ем, сколько я пью, сколько я плачу массажисту, стилисту. Вы это посчитали? С тобой невозможно разговаривать. О! Надя. Надя, иди сюда. Вот, держи. Зачем, Гоша? Посмотри, что там. Не сейчас. Именно сейчас. Гоша, ты меня подставляешь. Да пускай побесятся. Они слишком много воли взяли. Они скоро каждый мой вздох будут контролировать. Красивая. Но я не возьму. Ты с моей помощью воюешь со своими женщинами. Ты так развлекаешься, что ли? Я инвалид. Что мне остается? Георгий, которого я знала, никогда бы не стал воевать чужими руками. И не стал бы подавать ложных надежд. Интересно. А кому это я подаю ложные надежды? Мне. Ты лукавишь. Ты пришла сюда из жалости и немножко денег заработать. Интересно. Кто ж тебе сказал такую глупость? Как же можно не пожалеть инвалида? Ты красавчик. Ты чудо. Ты самый умный. Я каждый раз волнуюсь, когда вхожу в твой дом. Это правда? Скажи, пожалуйста, посмотри на меня и скажи, что ты обо мне думаешь. Только честно в глаза мне смотри. Я жалею, что я пришла к тебе. У тебя замечательная, эффектная невеста Кира. У тебя чудесный дом, полная чаша. А я кто? Просто так. Игрушка. Я увольняюсь. Живите счастливо, богато. До свидания. Мама пришла сама не своя. Ничего не стала объяснять. Просто сказала, что больше не работает у Георгия. Я огорчилась. Терзалась мыслями, что проще умереть, чтобы никого не мучить. Антон внезапно поддержал маму. Сказала, что правильно сделала. Нечего унижаться. Антон еще раз добыл деньги. И мы собрали почти половину суммы. Да иду уже, иду. О, Гоша. Ты как здесь? Зачем? Вот приехал. За тобой. Давай, собирайся. Внизу ждет машина. Ой, прости. Это тебе. Зачем? Я же тебя просила. Ну, я обещаю. Теперь все будет по-другому. Со Светой я разобрался. С Кирой тоже. Гоша, я не вернусь. Ты зря проделал этот путь. Ну, почему, Надь? Я не сиделка. Меня нанимали на месяц. Он кончился. И запомнился мне надолго. Хватит мне этих конфликтов. Да пусть они хоть попробуют одно замечание тебе сделать без моего ведома. Гоша, а зачем я тебе, а? У тебя же есть прекрасная невеста Кира. Пусть она тобой занимается. Невеста говорит, что она устала. От любимого человека нельзя устать. Для любимого человека сделаешь все. Ну, так выходи за меня. Смеешься? Нет. Делаю официальное предложение. Ну, так. Ты согласна? Я буквально испытала шок, когда узнала о планах Георгия. Мне пришлось уйти. Конечно же, я надеялась, что через какое-то время он мне позвонит, будет уговаривать, чтобы я вернулась. Но, оказывается, он всерьез решил жениться на этой проходимке. Света меня пыталась успокоить. Говорила, что до свадьбы дело не дойдет. Что он продержит ее так же в невестах, как и меня. Все время повторяла, что она отвадит Надежду от дома. Ты не видела мой кошелек? Он где-то тут лежал. Смешно. Обвини еще меня в краже денег. Тем более, что денежки у тебя папины. Ты наглая, расчетливая дрянь. Я люблю твоего отца. А он любит меня. И мы всю жизнь помнили и тосковали друг о друге. Но неужели это трудно понять? Я вижу, ты все хорошо продумала. Играешь на слабости отца. Но я тебе не верю. Запомни, в этом доме останется кто-то один. Либо ты, либо я. Очень жаль, что тебе придется уйти. Что ты сказала? Ничего! Ничего! Я заставлю отца выкинуть тебя из дома. Папа! Папа! Она меня ударила! От выходки Светы я пришла в ярость. В такой обстановке невозможно было просить у Георгия деньги на операцию. Не ради этого я каждый день оставляла дома больную дочь одну. Надя! Надя! Объясни мне, что происходит. Там Светлана сейчас плакала так, что просто, ну... Так ты ее еще пожалей. Ради того, чтобы сделать мне гадость, она готова на все. Так это что? Опять она что-то придумала? Да она устроила настоящую травлю. А я здесь на птичьих правах. Ты вон предложение сделал, а в ЗАГС идти не торопишься. Прости, не подумал. И вообще, я устала от ваших игр. На сегодня все, я домой. Постой. Ты права. Нам надо узаконить наши отношения. Тем более, мы этого ждали всю жизнь. Скажи, у тебя паспорт с собой? Ну, с собой. Ну, тогда мы еще сегодня сможем успеть подать заявление. Свадьба у Надежды Сергеевны была солидная. О такой можно было только мечтать. Но не обошлось и без проблем. Прямо в ЗАГСе Оле стало плохо. Я решил скрыть этот факт от Надежды Сергеевны, чтобы не портить ей праздник. Незаметно вывел Олю из зала и повез домой. Врача вызвали на дом. Он сделал ей укол и уехал. Окончательно переехать к Георгию я не могла. Дома была дочь, которая нуждалась в моем постоянном внимании. Но и бывать часто дома не получалось. Антон взял на себя большую часть забот об Оле. Здравствуй, сынок. Здравствуй, Антошечка. Вот здесь вот первое, второе. Хотела еще компот налить, но вспомнила, что Оля просила зеленый чай. Купила в магазине, там сбоку лежит, увидишь. Ну, в общем, все как обычно. Принести, разогреть, накормить. Мне нужно вам кое-что сказать. Ну, конечно, Антош, говори. Я не хочу от вас скрывать. Антош, говори все как есть. Это насчет денег, что ты брал у хозяйки фирмы, требует вернуть? Нет, нет, она дала безвозмездно. За какие такие заслуги? Ну, просто охотно занимается благотворительностью. Вот такой вот чуткий человек. Повезло. В общем, мы долго с ней разговаривали об Ольге, сблизились. Поняли, что у нас много общего и влюбились друг в друга. Простите, Надежда Сергеевна, я поступаю как настоящий подлец и предатель. Антоша, я скоро найду деньги. Оле скоро сделают операцию. Ты будешь совершенно свободен. Пожалуйста, я тебя очень прошу. Сейчас, не бросай нас. Ну, пойми ты меня, я же мать. Ну, пойми ты меня. Ладно, давайте сумку. Сами хотя бы не плачьте, я вас умоляю. Антон в последнее время стал больше времени пропадать на работе, но я не укоряла его. Думала, действительно, у него вралы. А однажды увидела телефон, ну, пока он был в ванной. Дальше все банально. Я прочитала смс-ки и поняла, что у него другая. Я выгнала Антона из дома и позвонила маме. А по ее словам поняла, что она была в курсе. Я так кричала на нее в трубку, обвинила ее во всех грехах. Сказала, что она мне жизнь испортила, что ненавижу ее и Антона. В общем, мне до сих пор за эти слова стыдно. Ну, Оля, ну, Олешка, ну не кричи. Ну не кричи, тебе нельзя так волноваться. Господи, ну неужели на Антоне сошелся свет клином? Ну, вылечишься, выздоровеешь. Мы сделаем операцию, ты найдешь себе другого еще лучше. Алло, алло. С кем разговариваешь? Да дочь звонила. Только что узнала, что у ее парня есть другая. Печалена. Но они взрослые люди, разберутся. Ты знаешь, я так счастлив, что мы теперь вместе. Жаль только, что столько лет потеряна. Гоша, я больше не могу молчать. Я должна тебе сказать, моя дочь серьезно больна. Ей нужна пересадка почки, иначе она умрет. Нас ждут за границей. Но операция стоит огромных денег. Вот тогда. Так значит, ты вышла за меня не потому, что любишь, а потому, что тебе нужны мои деньги, так? Гоша, я люблю тебя. Я должна спасти свою дочь. Я ненавижу, когда меня используют вслепую. Ведь если бы ты сразу сказала, а ты ведь пришла тогда за деньгами, правда? Прости меня, пожалуйста, что я не решилась с тобой тогда поговорить. Я больше не хочу разговаривать на эту тему. Я устал. Дочь Георгия после ссоры с отцом переехала ко мне. О возвращении домой, конечно, не было и речи. Там оставался отец со своей пронырливой женой. Вскоре Света сказала, что она хочет заехать в Георгию и забрать кое-какие вещи, документы, а заодно и поговорить с отцом. Она недоумевала, как мог отец променять ее на какую-то женщину. Я дала ей пару советов, как правильно построить разговор с отцом. Мы были уверены, что только Света может достучаться до сердца Георгия и вывести его женушку на чистую воду. Я понимала, что это конец. Георгий вычеркнул меня из своей жизни. Я думала о том, что зря потеряла время, и моя дочь скоро умрет. А что бы то ни стало, мне нужны были деньги. Я готова была их получить, если не как жена, то как вдова. Георгий вычеркнул меня. Мама потом говорила, что пошла на этот шаг от отчаяния. Но очень быстро поняла, что не в состоянии убить Георгия. Ведь он был действительно единственным дорогим для нее мужчиной. Она по-настоящему любила его. И не было его вины в том, что она изначально повела себя неправильно. Я решила ограбить Георгия. Заглянула во все возможные шкафы и полки, кое-что нашла. В основном это были украшения Светланы. Я чувствовала себя преступницей, но у меня не было другого выхода. Что ты тут делаешь? Показывай, что взяла. Не смей. Жуаня, ты все равно не твачок. Сейчас вызову полицию! Да попробуй! Я тебя не надеюсь, что змея под колоной приползла в нашу семью! С учетом всех смягчающих обстоятельств, меня осудили на шесть лет. Георгий подал на развод, но операцию Ольги он все-таки оплатил. Дочь вернулась к полноценной жизни. Но на свидание ко мне приезжала редко. Говорила, что работа не дает. Мам, а я тебя в окно увидела! Доча моя красивая какая! Как я соскучилась! Мам, ты только не обижайся, но я не одна живу. Ты замуж вышла. Ой, как хорошо! Мы не расписаны, просто живем! Ну, хорошо же! Я рада! Мам, понимаешь, он о тебе ничего не знает? Ну, то, что ты... Что я зайчка? Не хотел тебя обидеть, прости. Ты только в квартиру не поднимайся, ладно? А где я жить буду? А вот ключи! Это от дачи! Там же нет отопления, и как я буду? Мам, ну, придумай что-нибудь! Ты же сильная у меня! Не обижайся, мам! Я тебе позвоню! Ты же сильная у меня, ты! Тихо! Тихо! Продолжение следует...